Слава Господу, Церковь! Добрый день, кого не видел! Я хочу немножко засвидетельствовать о своей жизни и как Бог работал в моей жизни, еще когда я этого даже не замечал, что это дело и то. Мне 53 года сейчас на данный момент, родился я вообще в Винницкой области, проживаю здесь. До 42 лет жил я, вел не очень правильный образ жизни, можно сказать, совсем неправильный образ жизни, безбожный. До этих 40 лет пребывал я в Египте, в рабстве, будем говорить, в рабстве греха, не замечая этого. Какое-то время, когда еще был молодым, проживая в России, я считал себя успешным, таким крутым парнем. Было свое «я», своя гордость, свой эгоизм какой-то. Но я не понимал, что это «я», это как в алфавите, конечно, последняя буква, да? И когда я оказался на Украине, приехал как бы на пару недель, в итоге я буду так краток, остался без гражданства, без квартиры, без дома, остался без ничего совсем. Все докатилось до того, но без работы не оставался, да? Жить надо было за что-то, слава Богу, не шел воровать. Бог миновал меня от тюрьмы, от наркотиков, но от алкоголя, конечно, нет. Как мы говорим, хочу пью, хочу не пью, нет. Или я не пью, да? Или я хочу пить, потому что ищу праздника. Праздника искал, конечно, я часто. Но все шло ко дну, ко дну, ко дну. Дошло до того, когда в один прекрасный момент я вроде бы, да, покинул, забросил с куревом, с алкоголем, и я все начал хуже, хуже, хуже себя ощущать. Дошло до того, когда я просто присел на траву, а встать я уже просто физически не мог. Приехали ребята, кинули меня в машину, завезли в больницу, сделали мне рентген. Я никогда не думал, что у меня может быть туберкулез. Форма уже была такая, что все врачи, это документально засвидетельствовано, на меня поставили, не знаю, или большой, или маленький крест. Как потом медсестры, врачи говорили, хоть бы не в мою смену я умер. И так, знаете, я тогда еще не понимал, что это уже заранее было подготовлено то место на той кровати, где я думал, что я умру, на стенке висела молитва Отче наш. Думаю, перед смертью хоть выучу молитву Отче нас, чтобы не было стыдно. Это я вспоминаю свои мысли. А когда через годы уже, я думаю, подожди, перед кем я тогда думал, мне будет стыдно, если я умру, да? Если меня нет в живых, перед кем мне стыдно будет? Уже тогда, я еще этого мозгами не понимал, да, наша душа понимала, или Дух уже работал, Дух Святой работал во мне, когда я еще не знал ни библейных историй, ни библейных принципов, ничего. Я думаю, что все-таки, наверное, Бог есть, да? А есть ли Он есть? Я не знал, что мне делать. Я представлял себе картину, меня кинут в мешок, потому что хоронить мне некому было. Я остался один на один со смертью, не зная, что со мной уже работал Господь с первой секунды. Но Он работал вообще с первой секунды моего рождения, будем говорить так. Я очень хотел ее выучить и никак не мог. Верьте, не верьте, я сотнями раз на день ее читал и не мог. Ну никак, одно слово забуду или строки перепутаю, или все. Тут через несколько дней заходит в палату просто мужчина и молодой. Думал, что очень молодой парень, потом оказался он не такой уж молодой, как я думал. Можно мы за вас помолимся? Я говорю, у меня денег нету. Я лег, там было некоторое, копейки дал ребятам просто, потому что я знал, что они меня не спасут, и они мне будут уже не нужны просто. Я говорю, у меня денег нету. Они говорят, так мы денег не берем. Говорят, мы бесплатно просто хотим помолиться за вас. Я, естественно, согласился. Знаете, на мое удивление мне было, как это они не берут денег за молитву. Мне это стало уже подозрительно. Наверное, это точно люди от Бога, да? Ну, Божьи люди, которые не берут денег. И с той минуты я начал их ждать. Они начали мне свидетельствовать, что есть Бог, что для Него невозможного ничего нету, что есть чудеса исцелений, да, и воскресения мертвых. Воскрешение, извините. И я их начал ждать. Знаете, какая-то надежда была. Думаю, стоп. Если других людей Бог исцеляет, то почему не может Бог исцелить меня? Понимаете, вот это зернышко горчичное, оно зародилось в моем сердце. Я начал ждать их, начал ждать их свидетельств. Мне стало это очень интересно. И, как видите, с тех пор, когда через 8 месяцев буду перескакивать, через 8 месяцев меня хотели выписать, это был март месяц, мне некуда было идти, потому что на Черкассу, говорят, мы отправим тебя на Черкассу, уже дошло до того, что уже был такой диагноз, что меня уже другая больница просто не приняла бы по результатам анализов. Потому что то, все, что было, оно исчезло. Что надо было вырезать мне, оно просто исчезло. Бог убрал все оттуда. Я уже посещал церковь, другую церковь, правда. И Бог все работал, работал. Когда, ну, все-таки я оставался без жилья, без документов. Но потом меня положили, в тот же день, когда выписали, положили на профилактику, чтобы я не оказался на улице и опять не оказался неизвестно где. И знаете, Бог чудным образом у меня есть на данный момент украинское гражданство, на данный момент у меня есть семья, на данный момент у нас есть прекрасный сын. что я вам хочу сказать, что как бы мы ни думали, что Бог что-то не хочет, да, нам сделать то, что мы хотим, знайте, что это значит не то время, потому что мы много чего хотим прямо сегодня и прямо сейчас. Но если ему угодно, это будет прямо сегодня, прямо сию секунду и прямо сейчас. Но если мы будем иметь терпение, как Бог говорит, и долго терпение, Бог любую нужду у нас, любую восполнит. Самое главное, не сомневаться, да, идти Божьими путями, исследовать за ним и брать пример с Иисуса. Мы зачастую берем пример с людьми, с людей, да, так вот. Да, мы можем кого-то в пример поставить с людей, но всю славу надо воздавать ему. Мы были когда-то в кумире, мы хлопали им. А сейчас, пожалуйста, давайте поаплодируем нашему Господу Иисусу Христу за то, что мы можем находиться здесь, в этой прекрасной церкви, с нашими прекрасными служителями. И пусть Господь благословит всех, кто чем-нибудь причастен к служению, кто свидетельствует, кто несет слово, кто как-то служит Богу. Не видим мы служениями, что мы не видим Господь. Это сто процентов знает наши сердца, потому что даже о том, о чем я только раз провозгласил, вот был в голос, Господь, Он не глухой, Он слышит, и Он знает наши сердца и наши помышления. Слава Господу! Спасибо Вам! Спасибо! Спасибо!